Русская служба новостей Русская служба новостей Аслан Бжанья встретился с активом абхазской диаспоры в Москве. В ходе встречи, в которой также принимал участие посол Абхазии в России Игорь Ахба, глава государства подробно рассказал о прошедших встречах в администрации президента и правительстве Российской Федерации. Подробности в репортаже Нонны Кокоскир. В ходе своего рабочего визита в столицу Российской Федерации президент Абхазии Аслан Бжанья из-за ее желания лично поблагодарить представителей московской абхазской диаспоры за вклад по борьбе с вирусной инфекцией COVID-19. Руководствуя членом оперативного штаба по сбору и доставке гуманитарной помощи в Абхазию в период острой фазы пандемии, Аслан Бжанья вручил почетные грамоты. Глава государства отметил, что ситуация с распространением вируса в Абхазии все еще остается сложной. И этой проблеме была посвящена часть встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашком. Россия и впредь будет оказывать помощь в борьбе с пандемией, заверил Аслан Бжанья. Президент также отметил, что будет решен вопрос поставки в Абхазию российской вакцины. В разговоре с министром здравоохранения и в администрации президента, наши российские друзья, мы вратили готовность оказать нам поддержку в плане поставок вакцины. Начнем, видимо, с определенной категории граждан, с врачей, с теми, кто непосредственно работает с людьми и с другими категориями. Будет определенный график, будем просить наших российских коллег продлить время нахождения российских врачей военного госпиталя. Сейчас это пока до 15 января, а далее, я думаю, что нам пойдут на встречу. И до того этапа, пока проблема не снижится, я думаю, что российские врачи будут находиться у нас. Аслан Бжанья проинформировал актив московской диаспоры по другим встречам в правительстве России. Все эти контакты, как отметил президент, стали возможными после недавней встречи с президентом России Владимиром Путином, который дал прямые указания ведомствам по решению накопившихся проблем. Самое актуальное из них, наряду с пандемией, это состояние энергетической отрасли страны. На решение этого вопроса потребуется не один десяток миллиардов, а по срокам не меньше полугода, подчеркнул Бжанья. Сейчас у нас ситуация такая. За 2020 год, за январь, февраль и две недели в марте, мы заползали около 600 миллионов рублей Российской Федерации. Российская Федерация считает переток по цене 2,7 копеек. В феврале, ориентировочно это будет 15 февраля 2021 года, станция становится, не станция, а деревоционный канал становится на ремонт примерно на 3-4 месяца. Источник финансирования не определен. Это будет стоить примерно, как минимум, это будет стоить полтора миллиардов рублей, а может быть, даже чуть больше. Но разговор был примерно такой же. В 2017 году в острой фазе был вопрос, имеющий отношение к энергетике. Вы, наверное, напомните, когда парламент принял закон, там был некий подход, который был выработан Министерством энергетики Российской Федерации. Но после этого все застопорилось, и сегодня ситуация в энергетике стала еще хуже, чем 3 года назад. Аслан Бжани рассказал и о своей встрече с министром транспорта России, в ходе которой обсуждалась перспектива открытия Сухумского аэропорта. Президент отметил, что есть инвесторы, которые берут на себя капитальный ремонт здания аэропорта и определены также примерные сроки начала функционирования воздушного сообщения. Продуктивными назвал президент и встречу в Министерстве сельского хозяйства, в которой принимал участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуам. Как известно, в данное время существуют проблемы с вывозом из Абхазии цитрусовых. Наряду с этим есть вопросы, связанные с функционированием контрольно-пропускного режима на границе по реке Псоу. Обговаривался также вопрос капитального ремонта пешеходного моста, соединяющего Абхазию и Россию. Президент отметил, что в российском правительстве обсуждался вопрос сотрудничества по линии МВД. В частности, сотрудникам правоохранительных органов будет повышена заработная плата на 80%. В ходе рабочего визита президента в столицу Российской Федерации обсуждался вопрос железнодорожного кредита, который Абхазия все еще выплачивает. По словам Аслана Бжани, есть договоренность о списании остатка этого долга. Глава Абхазии отметил, что по результатам визита в Москву поднимался ряд других актуальных вопросов, в решении которых Россия также будет оказывать помощь. Аслан Бжани ответил на вопросы участников встречи. Они, в свою очередь, касались вопросов сотрудничества Абхазии и России по разным направлениям. Нонна Кукускир, Абхазское телевидение из Москвы. Расширенный репортаж со встречи Аслана Бжани с активом Абхазской диаспоры в Москве. Смотрите в рубрике «Амшек Шараяцов» сразу после новостей. Вопросы создания и внедрения Министерством юстиции современных электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования обсуждались. На встрече пример министра Александра Анкваб с министром юстиции Анри Барциц, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Речь шла в первую очередь о переводе государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с бумажных носителей на электронные. Согласно сообщению, Анри Барциц, министерство уже провело большую часть работы по оцифровке такого реестра. А завершение работ по внедрению системы учета в электронно-цифровом формате планируется в первом квартале нового года. Кроме того, на встрече обсуждалось создание электронно-цифровой базы данных, записей, актов гражданского состояния и нотариального действия, что позволит повысить уровень эффективности работы указанных органов. В Минздраве под председательством министра Ахтамаза Цахнаки состоялось заседание Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Обсуждался в частности рост количества инфицированных. По данным, на 14 декабря на стационарном лечении находятся 246 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья 43 из них тяжелое. На заседании также обсуждалась тема предстоящих новогодних праздников. По имеющейся у Оперштаба информации, в некоторых объектах общественного питания уже забронированы места для проведения корпоративных и иных праздничных массовых мероприятий, что идет вразрез с установленными в республике ограничительными мерами. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывает население страны быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать все ограничительные меры, не посещать массовые мероприятия и провести новогодние праздники дома в кругу семьи. Эпидемиологической обстановке в республике посвящен и следующий репортаж. Наша съемочная группа отправилась в Сухумскую инфекционную больницу и мобильный госпиталь, расположенный на территории пансионата «Айтар». Мы также посетили республиканскую санитарно-эпидемиологическую лабораторию. По словам специалистов, сегодня можно смело заявить, что коронавирусная инфекция пришла в республику со всей ее мощью. В день медики выявляют более 100 человек с COVID-19. Эпидемиологическая ухудшилась в разы в Гагре, Гали и в Ачимчирском районе. Как подчеркивают медики, связано это в основном с тем, что люди просто перестали соблюдать элементарные меры безопасности. Если в начале пандемии все старались не посещать массовых мероприятий и не выходить на улицу без особой надобности и средств индивидуальной защиты, то сейчас, по словам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, совсем другая картина. И какие бы меры не предпринимались руководством страны, если так будет продолжаться, то эпидситуация будет ухудшаться с каждым днем. Мы не прекращаем праздновать мероприятия, мы не прекращаем участвовать в похоронных мероприятиях, мы продолжаем веселиться и проводить день рождения, детские праздники у детей. Сколько бы наше правительство, сколько бы наше государство не принимало мер для того, чтобы находить деньги для лечения, для того, чтобы наши жители имели возможность жить, продолжать лечиться, обращаться в лечебные учреждения и так далее, мы не сможем остановить эту инфекцию, если каждый из нас не прочувствует, что инфекция распространяется только из-за того, что мы не соблюдаем основных мер профилактики. Очень часто люди после посещения массовых мероприятий приходят в пункты приема ПЦР-анализов, чтобы провериться на всякий случай. Из-за этого создаются очереди, что мешают процессу борьбы с COVID-19. Тем пациентам, которым действительно нужно это тестирование, то есть это группы риска, которые 65 и плюс, которым нужно принимать уже меры, у которых есть симптоматика, вот эти лица как раз и не могут попасть в ту зону ответственности Министерства здравоохранения. Теперь забор на ПЦР-анализы осуществляется только при предъявлении паспорта гражданина Республики Абхазия. Если человек не является гражданином страны, то анализы он будет сдавать на платной основе. Пациент с подозрением на COVID-19 должен пройти тестирование два раза в месяц. В течение всего этого времени обязательно находясь на карантине. То есть человек должен, сдавший анализ, 14 дней находиться на изоляции. Если он считает себя больным, сдавший анализ, он будет находиться 14 дней на изоляции. В первую очередь в республиканской лаборатории обрабатываются биоматериалы людей, которым нужно срочно выехать на лечение за границу. Медиков из COVID-госпиталей, а также людей старше 65 лет. За последние 10 дней нагрузка на лабораторию увеличилась. В среднем в сутки здесь делают около 450 исследований. С некоторых пор анализы на ПЦР можно сдать только по месту прописки. Было решено, что вообще уже будут производить по месту прописки с паспортом, то есть на заборном пункте, и по месту прописки, по месту жительства в определенном районе. Дабы избежать таких случаев, когда один пациент может сдавать в нескольких местах. То есть он сдает в одном заборном пункте, едет в другой заборный пункт, потом в третий заборный пункт, и за один день он может сдать несколько раз. Такие случаи у нас бывали, просто непонятно, для чего это делается, но дабы снизить даже вот такую нагрузку лишнюю на нас, мы решили, посоветовали и к нам прислушались, и теперь это будет, в общем-то, делаться по районам. На сегодняшний день в Сухумском мобильном госпитале проходит лечение 58 человек. Из них четверо в тяжелом состоянии. Всего за весь период здесь прошли лечение 250 больных коронавирусной инфекцией. Проведено около 3,5 тысяч ПЦР-исследований. У нас 12 аппаратов искусственной вентиляции легких, с медикаментами никаких проблем нет, есть все необходимое. Мы принимаем жителей со всей республики Абхазии и также с других районов, помимо Сухума. У нас более 100 человек медицинского персонала, если быть точным, 114 человек. Эти врачи находятся в мобильном госпитале с конца октября. На вопрос, какая у них по счету смена, затрудняются ответить. Я врач-реаниматолог. Смена уже по счету, честно говоря, сбился. У нас по 12, по 15 смен бывает. У нас обычно на 5 коек, в среднем по 4, по 5 пациентов. Самые тяжелые обычно лежат. В Сухумской инфекционной больнице пациентов с каждым днем становится все больше. Свободных койко-мест здесь не бывает, а их около 35. Ситуация тяжелая, естественно, и в нашей больнице, и во всех остальных учреждениях в том числе. Тяжелая тяжесть в чем заключается? Очень много больных. Очень много больных и почему-то очень много тяжелобольных поступает в последнее время. С чем связано, не могу сказать. У нас вот 35-36 коек, и постоянно они как бы у нас загружены. Как только мы выписываем больного, следом обязательно госпитализируем. Два ИВЛ-аппарата у нас, на которых постоянно больные. Много кислородных точек, все они тоже все время заняты. То есть тяжелобольные, да крайне тяжелые, которые на аппарате, а все остальные тоже тяжелые. То есть легких больных мало. Неужели люди не видят, что вокруг творится? Посмотрите на своих близких, которые умирают. Посмотрите на своих близких, которые становятся инвалидами после этой болезни. Это очень тяжелая и серьезная смертельная болезнь. Почему так легкомысленно все к этому относятся? Я не понимаю, где средства защиты? Почему все так ходят? Почему все увеселительные заведения работают? Почему отмечаются корпоративы до сих пор? Неужели не видят, что вокруг делается, что вокруг творится? Пожалейте себя, пожалейте своих близких, пожалейте нас тоже. Как-нибудь посерьезнее, пожалуйста. Это не только у нас такая ситуация. Такая ситуация во всем мире, чтобы вы понимали. Врачи вновь обращаются к населению республики с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы сберечь здоровье себе и своим близким. У бригады медиков Сухумской скорой помощи выявлена коронавирусная инфекция. Как они себя чувствуют и отразилось ли их отсутствие на работе скорой помощи, выясняла Шезина Ханагуа. Статистика заболеваемости COVID-19 в нашей стране не улучшается. При этом столичная скорая помощь работает в штатном режиме, принимая звонки, как обычно. В Сухумском пункте скорой помощи работают три группы и еще одна в Новом районе. Несмотря на то, что медики обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, у новорайонской бригады был подвержден COVID-19. Новорайонская бригада в составе четырех смен, она заболела, вышла из строя, скажем так, половина бригады. Те, которые остались на работе, они диспетчерскую службу ведут на телефонный номер новорайонской подстанции, постоянно работают, отвечают, значит, и передаются вызова, и всеми нашими силами мы успеваем пока, значит, обслужить наше население, оказывая медицинскую помощь. Значит, это что касается персонала. И, слава Богу, каждый, кто вот заболел, а их у нас немного, там в каждой смене по три человека, значит, это шесть человек в две смены, ну, есть, которые уже выздоровели тоже. Значит, это для большого нашего коллектива вообще-то даже не цифры. По словам Аслана Джупо, на сегодняшний день состояние здоровья сотрудников скорой помощи улучшилось. Всем им оказывается необходимая помощь. Нашим сотрудникам нигде, ни в каком лечеющем рождении не отказано в помощи. Есть, которые дома лечатся, есть те, которые госпитализированы, и есть те, которые на самоизоляцию отправлены из-за того, что контактировали с заболевшими. Слава Богу, уже, значит, те, которые тяжелые были, за кого мы более-менее так переживали, они тоже уже, значит, идут на выздоровление. Ну, остальные, которые даже если легко перенесли, это вообще прекрасно, значит, проблем нет. Как отметил Аслан Джупо, сложившаяся ситуация не повлияла на работу скорой помощи. В случае, если все сотрудники будут заражены коронавирусной инфекцией, предусмотрена их замена. Вдруг все заболеют, выйдут из строя, чтобы скорая помощь не закрылась. С поликлиник, с леч учреждений, с больниц были сюда, значит, командированы в начале всей пандемии, еще раз подчеркиваю, группа медсестер и фельдшеров, которые здесь у нас прошли инструктажи, которые были подготовлены, которые, если что, вдруг мы заболеем, вот здесь коллектив весь не сможет выйти на скорой помощи, они нас заменят. Сотрудники скорой помощи, находясь на передовой борьбы с опасным вирусом, несмотря на высокий риск заражения, продолжают выполнять профессиональный долг. Шазина Ханагу, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Порядка 25 тысяч тонн цитрусовых экспортировано в Россию с начала сезона. На днях состоялась встреча представителей погранотряда СГБ Абхазии с пограноуправлением ФСБ России по Краснодарскому краю с участием представителей таможенных органов Республики Абхазии и Российской Федерации. В результате на абхазско-российской границе наблюдается положительная динамика в ускорении прохождения грузовых машин, участников внешнеэкономической деятельности. По поручению президента Абхазии и по инициативе заместителя начальника пограничного управления ФСБ России, начальника сочинской пограничной службы, на МАП Адлер состоялась межведомственная встреча. Представители таможенных и погранслужб Абхазии и России обсудили вопросы ускорения пропускной способности на многостороннем автомобильном пропускном пункте Адлер, а также упрощение таможенных формальностей для крупных экспортеров цитрусовой продукции. Российские коллеги ознакомили нас с условиями службы на данном пункте пропуска, показали имеющиеся возможности для того, чтобы организовать эффективное взаимодействие с нашей стороной, а также упрощенные возможности пропуска автотранспорта. Было отмечено с нашей стороны, что уже несколько дней, предшествовавших данной встречи и на момент встречи никаких очередей грузового автотранспорта не имело места. Для ускорения прохождения таможенных формальностей была внедрена практика, при которой каждому крупному экспортеру выделена отдельная проезжая линия, как на абхазской стороне границы, так и на российской. Это позволит не допустить хаотичности в расстановке автотранспортных средств участников внешнеэкономической деятельности по экспорту сельхозпродукции. Следует отметить, что наблюдается уже положительная динамика в ускорении прохождения абхазо-российской границы данными участниками. Так, на 13 число, то есть за день до встречи это уже готовилось, прошло границу 203 грузовые единицы, соответственно, 951 тонна мандарин. 14-го – 210 единиц грузовых автотранспортных средств – это 1241 тонна. И 15-го числа – 232 единицы грузового автотранспортного средства – это 1059 тонн. Без образования каких-либо заторов на границе. И это все, несмотря на то, что пропускная способность, тоже хотелось бы отметить, самого МАП «Адлер» в 3-4 раза сегодня превышает максимально допустимую норму. С проблемами прохождения таможенных формальностей в период цитрусового сезона в основном сталкивались крупные экспортеры. И внедренная практика выделения отдельной проезжей части касается только их. Теперь процедура прохождения большегрузов в обе стороны границы занимает 5-6 часов, без ущерба качества проводимых контрольных мероприятий на границе. Например, за декабрь месяц у нас в среднем проходило машин, где-то 200, 170, 150 машин в среднем, но прохождение границы занимало порядка более суток. То есть количество машин не сильно увеличилось, но и не уменьшилось. Прохождение границы стало просто незаметно, гораздо быстрее, чем это. То есть сегодня, если мы прогнозируем увеличение вывоза экспорта в ближайшие дни, то есть к Новому году, то есть ближе, последние 10 дней достаточно должны быть интенсивными при вывозе. Сегодня из-за тех нововведений или тех договоренностей, которые есть, гораздо быстрее будет проходить и большее количество. Если мы говорим, что вышло вчера 232 единицы, то за весь период у нас никогда такого количества грузовых транспортных средств в одну сторону не проезжало. Если бы это было месяц назад, они бы простояли сутки, а может быть больше на границе. Количество, опять же, тоже, что и есть, просто незаметно. Соответственно, можно увеличивать количество вывозимых продукций, не нагружая границу. Несмотря на то, что она максимально загружена, просто работа служб из-за скоординированности обоих сторон стала максимально, из того, что возможно было сделать, максимально, так скажем, прозрачной, быстрой и качественной. В ходе межведомственной встречи стороны договорились о максимальном взаимодействии государственных контролирующих органов, представленных на Абхазо-российской границе. По линиям служб были затронуты вопросы, необходимые для того, чтобы более эффективно осуществлять взаимодействие, в том числе в вопросах противодействия контрабанды, как со стороны Абхазии, так и со стороны России, противодействия ввозу на территорию Абхазии майнинг аппаратов, сигаретных изделий, наркотических и прочих предметов, которые являются запрещенными для провоза через пункты пропуска на государственной границе. В ближайшее время планируется провести вторую межведомственную встречу, где будут подведены итоги проделанной работы по взаимодействию государственных контролирующих органов. На женевских дискуссиях вновь не удалось согласовать текст устного заявления о международных гарантиях невозобновления военных действий. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 51-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который проходил в Женеве 10-го и 11-го декабря. Репортаж Гугуцеи, Вардания. На сегодняшний день женевские дискуссии – это единственная площадка для диалога Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Во встречах также участвуют представители России, США, ООН, ОБСЕ и Европейского Союза. Главная цель переговоров – обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Абхазская делегация постоянно подчеркивает факт непрекращающегося наращивания военного потенциала Грузии. Однако за все эти годы так и не удалось достичь положительных результатов в вопросе подписания документа о неприменении силы против Абхазии. Существует такая двоякая позиция грузинских коллег, которые пытаются подменить понятия и исказить существующую реальность, в результате чего мы не можем прийти к общему знаменателю на протяжении долгих лет. Что касается нашей точки зрения, с которой солидарны как осетинские, так и российские коллеги, она заключается в том, что Грузия неоднократно выступала в качестве агрессора в отношении Абхазии и Южной Осетии. На протяжении многих лет это происходило. По нашему глубокому убеждению, именно Грузия должна взять на себя обязательства о неприменении вооруженной силы в отношении наших двух республик. К сожалению, и на этом раунде нам не удалось убедить наших грузинских оппонентов в необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении силы. Хочу отметить, что на данном этапе речь не идет о подписании полноценного соглашения. Пока что речь идет всего лишь о согласовании устного текста, устного совместного заявления всех участников женевских дискуссий. Но даже такое устное соглашение о неприменении силы грузинская сторона не готова подтвердить. По словам участников абхазской делегации, все эти годы Грузия ничего не предлагает, а лишь вводит процесс переговоров в тупик. Это мешает выступать представителям Абхазии, Южной Осетии и на других международных площадках. Проблема женевских дискуссий состоит в том, что я проводил параллели с предыдущим нашим переговорным процессом, который длился с 1993 года сразу после окончания войны в Абхазии до 2008 года. Тогда у нас были подписаны двухсторонние соглашения с Грузией, где четко были обозначены стороны конфликта, были обязательства этих сторон обозначены и так далее. Этот процесс проходил под эгидой ООН при последничестве Российской Федерации. Тогда это все было делать намного проще, потому что были определены стороны и их обязательства. Сейчас в нынешнем, в новом женевском формате, который возник в результате событий 2008 года, то есть единственная ссылка, на основе которой мы ведем работу, это шестой пункт Медведева-Сарказии. Вы знаете небезызвестный план Медведева-Сарказии, так вот в шестом пункте там говорится о необходимости начала полноценного диалога по обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. Вот это, пожалуй, единственный документ, на основании которого эти дискуссии были начаты. Но не существует в дальнейшем, не было создано ни одного регламентирующего документа, в котором были бы отражены стороны конфликта. Ирак Витушба отметил, что проблема в том, что грузинская сторона пытается манипулировать обстоятельствами и отрицает существование грузино-абхазского конфликта. Они говорят о том, что существует некий, ну, вымышленный, по нашему мнению, конфликт между Грузией и Россией. И, соответственно, они призывают российские власти взять на себя обязательства по неприменению силы. Но, естественно, с таким подходом мы категорически, ни мы, ни российские коллеги, ни юго-осетинские не согласны. И вот в этом вот именно заключается проблема и тот тупик, в котором мы находимся. В ходе 51-го раунда женевских дискуссий ее участники, за исключением грузинской стороны, оценили ситуацию в Абхазии как стабильную и безопасную. За последний период времени не было отмечено каких-либо серьезных инцидентов. Тем не менее, мы заявили о том, что не прекращаются постоянные попытки незаконного перехода государственной границы со стороны Грузии. В результате чего достаточно большое количество граждан задерживаются. В отношении них выносятся административные штрафы. В основном это административная ответственность. Но бывают рецидивы, когда люди получают реальное уголовное преследование и отбывают сроки наказания. В рамках женевских дискуссий была обсуждена еще одна тема. Преступление, имевшее место в городе Гал 30 сентября, когда гражданин Грузии Ракли Бебо умышленно поджег полотно, символизирующее национальный флаг Абхазии. 7 декабря текущего года он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Это вызвало не очень адекватную реакцию со стороны наших грузинских оппонентов. Хочу напомнить, что были ряд заявлений сделаны со стороны представителей СГБ Грузии, которые потребовали немедленного освобождения господина Бебуа и заявили о том, что этот арест наносит незаконный характер. В своем выступлении мы обратились к представителям СГБ Грузии, которые также присутствуют на раунде в грузинской делегации с резонным вопросом относительно того, что почему-то непосредственно в СГБ Грузии и вообще у грузинских властей сложилось, видимо, не совсем правильное восприятие текущих процессов. И почему-то грузинские власти решили, что граждане Грузии имеют возможность совершать преступления на территории другой страны и при этом не нести никакой ответственности. Мы обратились с подобным вопросом к нашим грузинским коллегам, но, к сожалению, не услышали никакого вразумительного ответа на этот вопрос. Хочу сказать, что со стороны грузинских представителей вообще в практику, скажем так, введена такая норма, когда они стараются не отвечать на какие-либо неудобные для них вопросы и просто эти вопросы повисают в воздухе. На площадке женевских дискуссий представители абхазской делегации также рассказали о борьбе с COVID-19, поблагодарили за оказываемую помощь российских медиков и международной организации. Кроме того, в рамках переговоров были обсуждены и проблемы образования. Кугуса Вардания, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Консульский отдел посольства России в Абхазии сообщает о приостановке приема посетителей с 28 декабря по 10 января 2021 года в связи с новогодними праздниками. При этом определены даты, в которые будут принимать граждан, записанных на подачу онкет для оформления пятилетних загранпаспортов. С 18 ноября по 15 декабря 2020 года. И эти граждане будут приниматься уже после 10 января. С графиком приема можно ознакомиться на официальной странице посольства в социальной сети Facebook. А сейчас информация о погоде. По сообщению синоптиков, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 5,10 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин